Четвертая и финальная миссия компании Завиталов Демиурги 2. Предатель. Эйлин продолжает свой путь. Теперь ее задача победить предателя Витала, который оказывает помощь Синтетам, а затем освободить осажденную Витальскую крепость на границе. Девушки отдыхают. Его нужно уничтожить как можно скорее. Я отправлюсь в крепость и досвершится в воле леса. Будь осторожна. На службе у Синтетов предатель из лесного народа. Ползут темные слухи о его жутких опытах, но никто не знает точно, на что он способен. В крепости остался магазин. Там могли уцелеть мощные заклинания, которые пригодятся тебе в битве. Так, захватываем. Это последняя миссия Завиталов. И можно уже ресурсы не экономить. Потому что больше они нам уже не понадобятся. Поэтому заклинания. Скупаем все, что есть. Так, железный... Чего это не показывает информацию? Стальной мехас, 8 уровень. Специализация стальная кожа. Имеет шанс избежать урона при физической атаке во время сражения. Против стального мехаса... Ну, давайте древними повоюем. Попробуем. Сейчас, секундочку. Ну-ка. Сцеление у меня есть, то бишь симбиоз. Сцеление... Вор обязательно должно быть. Один летун мне по-любому нужен. Один летун, который будет снимать чары. Так, злобоглазика берем одного. Дного злобоглазика. Еще, кстати, прикольная тактика. Можно, знаете, что? Клеща взять. Матку клеща, она будет клещей плодить. Это очень дешевые, халявные юниты. Слушайте, может быть, попробуем клещами? Как насчет попробовать клещами? Четыре эфира. Но она довольно дорогая, конечно. Пару маточек клещей. Как вам такая идея? Хочется собрать какую-то колоду, чтобы она быстро воевала. Чтобы бои не затягивались сильно, понимаете? Вот. Дайте подумать. С древними это не быстрая тактика все-таки. Однозначно, это не быстрая тактика. Так, парочку усилений возьму силы леса. Давайте я все-таки, наверное, маток клещей наберу. Давайте я возьму змейку. Так, давайте две змеи возьмем. Вот. Пара древней для обороны и злобоглазик. Давайте попробуем так. Посмотрим, насколько это быстрая колода. Просто не хочется, чтобы бои по полчаса затягивались. Тут, кстати, надо спешить. Видите, он накладывает токсины. У нас сразу злобоглазик пошел. Благодаря эфирному фонтану. Маточка пошла, клещевая. А древние я в колоду положил, чтобы просто обороняться врагов. Так, делаем вором злобоглазика. Теперь он будет у него еще и заклинание воровать. Так, блокируем врага с помощью древнего леса. Так, змею он уже не пройдет. Давайте древний лес применим. Еще одну маточку. Так, применяем силу леса. У меня сейчас змея даже прорвет. Убьет этих наказалов, если они попытаются заблокировать. Призываем пища. У него заклинаний-то больше нет. Вот он сейчас потерял бронзовую мехасу, и у него заклинаний нет. По одному заклинанию злок упадает, но это вообще ни о чем. Слобоглаз вытащил у него все заклинания. Благодаря чарам пор, которые я на него наложил. Так, давайте змею. Вот, создаем щеклещиков. Но это было легко. Добьем его, нет? Если даже не добьем, то добьем в следующем ходу. Нет, в этом ходу не добьем. А, добьем. Чего он тогда оборонялся-то? Смысл было его больше. Обычно компьютер не защищается, если он уже однозначно проиграл. Ярость природы. Преуничтожает все создания в игре. Герой-противник получает по одному заклинанию за каждое уничтоженное создание. Ни разу не пользоваться заклинанием. Его пользуют для меня сомнительно. О, шахта камней. Рубиновые копии, так называемые. Замерзшее пламя. Редчайшее заклинание. Огненный ледник. Дает 8 единиц ресурса. Замерзшее пламя в день. У-у-у. Все. Проблем с замерзшим пламенем у нас больше не будет. Пятыня знания. Так, мы получим специализацию щадящая ярость. Ну, вряд ли я уберу возрождение. Это самое полезное. Щадящая ярость. Любое создание подобрали героя имеет шанс избежать действия заклинаний ярость природы. Ерунда. Так, это у нас злобоглаз воин. Злобоглазы опасные типы. Так, спросив злобоглазов, нам однозначно нужно много заклинаний шторм. Они же летают. Заклинание шторм уничтожает любое летающее создание. Вот, поэтому... Так, нужно много штормов. Древние вообще бесполезны, потому что они летающих врагов не заблокируют. Так, три шторма я взял. Сильные враги, очень злобоглазые, но с заклинанием шторм вряд ли у него что-то было. И получится. Сильные они в первую очередь тем, что они чары разбивают за раз таки. Так, сразу уничтожаем этого засранца. С помощью шторма. И этого уничтожаем с помощью шторма. У меня третий шторм есть. Отлично. Уничтожаем и этого. Ничего у него не получается. А вот этого уже, к сожалению, с помощью шторма мы не вынесем. Он тоже разбивает чары? Первый удар, коварный глаз. Нет, этот чувак Чарли хотя бы не разбивает. Так, эфирный фонтан однозначно применяем. Так, вызываем матку клещей. Применяем силу леса. Так, призыв клеща две единицы эфира стоит. Матка отдыхает у нас. Можно переманить, кстати, его на свою сторону. Вот этого типа. Жезл подчинения можно применить. Тогда вообще все будет легко. Давайте его переманим на свою сторону. С помощью артефакта кольцо подчинения. Отлично. Вообще ничего у него не получается. Так, делаем этого типа, наверное, вором. Так, рожаем клеща. Так, да, злобоглазый нашего сделаем вором. Можно его даже усилить, в принципе. И этого злобоглазик он сейчас, естественно, подставит удар. Опа. Черт подери, у него сработала специализация злобоглаза-убийца. Любой злобоглаз под управлением героя имеет шанс уничтожить атакующие или блокирующие его создания еще до начала пазы боя. Видите, вот то, о чем я и говорил. И он сейчас у меня, зараза, такой развеет чары, да. Пусть, а у него здоровье-то навалом. 29 здоровья, между прочим. Так, у меня выпал еще один злобоглаз. Так, давайте и этого типа подчиним. Правда, в принципе, что подчинять? Я просто хочу, экономлю заряды... Экономлю заряды артефактов. Потому что когда мы еще там встретим этот зарядное устройство для артефактов, хрен его знает. Так, атаковать я сейчас не могу. Пускай он меня укусит, а потом мы все пойдем в атаку. На мне чар, нет, наложен на чар, но он сейчас не заживет, да. Хорошо. Я сейчас применю симбиоз. Применю симбиоз и кирдык ему так-то. Буду здоров, как бы. Ух ты, 28 здоровья за счет симбиозика поднял. Ну все, ему кирдык. Мы его клещами загрызем сейчас. Такая сделает кусь, не страшно. Так, у меня максимальное количество созданий, я уже не могу никого хочешь произвести. Просто толпой закусали. Благодаря заклинанию шторм, видите, как мы легко его вынесли. Хотя, по идее, не будь у нас заклинаний шторм, мы бы конкретно попали с этим глупоглазым. Так, и заклинание исцеления. Восстанавливать здоровье до исходной величины. Но оно стоит 9 эфира, поэтому это заклинание мне, я не буду пользоваться, слишком дорого 9 эфира. Так, заклинание, так, мне штор, штормы, естественно, больше мне не нужны. Штормы не нужны. Быстрая колода я делал на чем? На клещах, да? Так, два клеща у меня уже есть. Парочку сил леса. Быстрая колода. Давайте три змеи. Заклинание, знаете, какое надо заклинание нам еще добавить? Заклинание слепящая пыль. Где оно? Заклинание слепящая пыль, которая не позволяет врагу защищаться во время атаки. Я просвещение. Где слепящая пыль у нас должна быть? Так, я что-то слепящей пыли не вижу. А, вот слепящая пыль. Надо положить в колоду. Заставляет отдыхать все создания противника излучения неутомимых. То есть, когда ты идешь в атаку, чтобы тебя никто не блокировал, ты муж кинуть слепящую пыль и кирдык ему. Так, озерная змея. Может, второго злобоглаза взять? Давайте второго злобоглаза я добавлю. Так, эфирная лаборатория. Лавка тайных заклинаний с колдовстопом и чарами. Древесная змея. Первый удар. Змеиный яд. Зачаровывает героя. Зачаровывает героя, получившего урона древесной змеи. Чарами змеиный яд, который наносит этому герою одну урона в конце каждого хода. Так, давайте три штуки таких возьмем. Так, отравление. Зачарованный герой получает два урона в конце каждого хода. Это тоже звучит прикольно. Так, смерч. Уничтожает указанное создание. Наносит затворившему х урона, где х силы уничтожатся. Тоже берем. В принципе, берем по три штуки каждого. Что жалеть-то? Очищение. Разбивает все чары в игре. Для колдования требует дополнительно по одному эфира за каждую чару. Давайте возьмем парочку. Хотя я ни разу не пользовался этим заклинанием. Так, ну парочку болотных змей давайте. Так, змеиный яд. Зачаровый герой ядом. Первый удар. То же самое, что древесное, только просто здоровье побольше. Честно говоря, древесное тогда рулит. Наверное. Давайте все скупаем, потому что уже деньги все равно девать по большому счету некуда. Так, мехас опять. Восьмой уровень. Получается, такой же мехас, как и до этого был. Тут тоже был восьмой уровень, и тоже стальная кожа. Такой же тип. Так, применяем на змею вор. Сейчас она вытащит у него пару заклинаний из руки. Полезнейшая совершенно социализация, вор. Он сейчас вообще без заклинаний получается останется. В самом начале боя буквально. Еще парочку утащила. Ну, он получает по одному заклинанию, но надо утаскивать по два. По-другому. Кирдикиму. По-другому. У него ноль заклинаний, он даже ничего скастовать не смог, мы вот у него все заклинания повытаскивали. Было легко. Слушайте, пока что колода мне нравится, которая у нас получилась. Колючий эфир. Каждый герой получает 1 урона за каждую использованную им единицу эфира. Типическое заклинание, которым я никогда не пользовался и вряд ли буду. Рецепт артефакта. Сразу могу сказать, я почитал в интернете, как артефакты делают, это полная катастрофа. То есть с артефактами даже возиться я не буду. Созданием артефактов. Рассадник клещей. Полчища клещей. Это я тоже не буду клещей рассаживать. Так, рассадник клещей. Хотя подождите-ка. Полчища клещей живут в рассаднике. Если их выпустить, они расплодятся еще больше и окрестные леса древние сильно пострадают. Не буду я ничего применять. Серьезный противник, но не думаю, что он остановит меня. Тиндет. Тиндетский герой. Так, кольцо уничтожения. Классный артефакт. Уничтожает атакующее создание. Оно не может воспользоваться способностью регенерации. Это заклинание может применяться в файс защиты. Супер заклинание. Когда ты попал конкретно, можно в последний момент его хоп и применить. Так, попробуем той же колодой победить этого героя. Синдетов по имени Дробящий. Малый прыгун. Готовность. Создание может открываться сразу после движения. Восстающий из мертвых. Если в могильнике 3 и больше, то он застает за раз такой. Причем оно возвращается не в руку, а сразу в игру. То есть сразу на поле боя. Неприятная способность. Кусают они слабо, а у меня змейка раскачивается временем. Нет, травяная змея за смешную одну единицу эфира это одно из самых сильных вообще созданий. Если не самое крупное вообще. За одну эфир такую имбу получаешь. Большой прыгун. Так, а три защиты, четыре. Придется потерпеть. Травить артефакты я не хочу. Блин, он карты вытащил, зараза. Он карты вытаскивает, оказывается. Сосранец. Тогда давайте я, наверное, вот эту змею оставлю в защите. Сильную. Придется. Придется ее оставить. В защите. Блин, заклинание вор не выпало. Обидно. У него спина не полно. Вот, зараза. Он усилил из своего малого прыжуна. И он стал неблокируемым. Зазраза. Я предлагаю воспользоваться артефактом кольцо уничтожения. Давайте уничтожим его. Так, а тут надо, по-моему, много кого уничтожать. Так, вот этого типа я блокирую. А, он тоже неблокируемый, зараза. Так, кольцо уничтожения применяем тогда вот на этого типа. Вот на этого, который вор. Ну, ворует заклинание, поэтому я предпочел его уничтожить. Так, это тоже неблокируемый, зараза. Придется терпеть. Он на них маску ужаса применил. Поэтому я их не могу заблокировать. Так, кольцо уничтожения. Ну, пока потерпит. Следующий ход я потерплю. Такую. Чуть-чуть не добили его. Следующий ход он уже не переживет. Это понятно? А я переживу. Он же, я надеюсь, не возрождается? Оживление создания. Нет, он не возрождается, словом. Так, колючий эфир заклинания. Кручил. Так, тих-тих-тих. Тут бронзовый мехозавр. Металл и ненависть породили этих тварей. Пока мне лучше держаться подальше от них. Да не будем драться с ними сразу. Остальной мехозавр. Давайте попробуем. То есть колодой. Так как колода работает? Да, работает. Вот, сука. Шторм молний. Нам нужно 3 урона всем созданиям. Блин. Он сейчас... Как моих змеек так перебьет. И эту сейчас завалит, наверное. Так, он кастовал на мою змею раздражение. Владелец зачарованного создания получает 1 урона в конце каждого хода. Так. Клещика призовем или силу леса применим? Давайте клещика, наверное. Так, он еще применил и безумие. Владелец зачарованного создания получает 2 урона в конце каждого хода. Зачарованное создание может использовать свои способности. Давайте усилим змейку. И призовем клещика. Родим клещика, вернее. С помощью матки клещей. Так, у него бронзовый мехозавр. Кровожадный вампир-паразит. Наносит 2 урона своему владельцу. Правда, тот может избежать, если повезет этого воздействия. Неприятный парень. Прямо скажем. Так. Клещика я потеряю, если... Давайте вот так вот сделаем. Растуем заклинание и сахирный урожай. И силу леса. Тогда и клещик тоже может вот так уйти. Решил пожертвоваться своим никозавым. Противник. Еще одно раздражение применил. Я уже буду по 5 урона... По 6 урона буду каждый ход терять. Офигеть. Так. Тилу леса применим или что? Или... Или призовем злобоглазика. Давайте злобоглазика, наверное, призовем. Так, и родим еще одного плеща. У меня змея уже раскачалась. К-8 урона. Ну, он не жилец. Это уже понятно. Он, видите, урон несет от своего миха-железного михазавра. Так, давайте, наверное, тилим всех чуваков. Еще одного злобоглазика. Офигеть ему, кажется, он все. Даже не защищается. Сейчас на нас сразу другой тип нападет. Сейчас прибежит еще кто-то. Так, колючий эфир, не нужно мне заклинание. Сейчас вот я зайду в эту клетку, и сразу на меня выскочит. Видите, кто? А, подождите-ка. Так, это острие лезвия. Это стена. Против стены у меня есть специализированное заклинание, которое уничтожает стены. Давайте это заклинание возьмем. Заклинание уничтожения стены. Или у меня нет такого заклинания? Да, по-моему, было. Разрушающий плющ. Уничтожает указанную стену. Во, вот это заклинание надо взять. За место слепящей пыли, наверное, возьму. Так, и за место чего? И за место еще змейки. Десятый уровень, между прочим. Довольно много опыта получим за ее убийство. Так, сразу мы, благодаря эфирному вонтану, я злобоглазый капризовал. Так, и сразу делаем злобоглазый вором. Удачно то, что выпало сразу заклинание вор, мы его сразу обескровили, можно сказать. Таким образом. Открою, видел, он даже заклинаний остался. Еще применил. Довольно много он здоровья-то снимает, между прочим. У меня уже, у меня выпало, выпал симбиоз, поэтому я в нужный момент просто подлечусь. Даже не понадобится лечиться. Все понятно. Вот он стенку призвал, я ее сейчас уничтожу с помощью заклинания разрушающий плющ. Довольно же за три эфира. Вот сука, она срегенерировала? Вот зараза. А, ну в принципе сухая ради. Так, 12 урона я же сейчас не понесу. Переживу же. Стенка-то регенерируется, она не такая простая. Ой-ой-ой-ой, живой им бы остаться? Слава богу, остался живым. Симбиоз применяем. Так, сначала клещик родим, а потом симбиоз. Симбиоз одну эфира стоит, я могу в принципе... Ну да, давайте симбиоз. Все, я здоров. И выносим стену. У нее регенерация стоит всего одну эфира, да. Хреново. Ну все, он труп. Хотя, подождите, опять не труп, что ли? Я еще и злобоглаза потерял. А, ну все, это валидно. Ярость природы. Уничтожать все создания в игре герой, это у меня уже есть. Убираем ресурсы. Еще один монстр. Потрошитель 11 уровня. Так, сразу у злобоглаза применим. Так, делаем его вором. И он начинает терять свои заклинания. Как он быстро его вызвал. Четыре эфира стоит. Ну он, потому что высокую уровню, поэтому быстро. Четыре эфира. Разбивает чары. Лентяй. Блин, он разбивает чары. Это неприятно. Очень даже неприятно. Скажу вам. Это очень и очень неприятно. Это я сейчас чары применю, он их разобьет. Как раз такой. Так, подождите, надо подумать. Давайте. И попризываем. На призыве змеи я даже эфир заработал. Потому что, благодаря заклинанию, эфирная подпитка. За вызов каждое что-то я получаю два эфира. А змея стоит... Эфирное урожай, если бы. А змея стоит один эфир. Кустя, давайте на свою сторону. Можете его просто переманим и все. Давайте я применю... Можно уничтожение применить, кстати. Один заряд, кстати, на кольце всего остался. Так, а где мое кольцо переманивания? А, а над ним еще... Давайте уничтожим просто этого типа. Чтобы он нам не мешал. А, подождите-ка. Почему я не могу применить? Кольцо уничтожения. А, уничтожение в фазе защиты только работает. Я понял. Ну вот, когда он на нас в атаку пойдет, я применю кольцо уничтожения. Применяем на него кольцо уничтожения. Тут где-то в городе есть аппарат для перезарядки артефактов, поэтому можно сейчас от заряда к артефактам особо не экономить. Применил древний лес, но у него, по-моему, все раскрощики сильнее, чем пять пениц. Все, у него заклинаний-то уже и нет. По одному руку все упадать. Он попал. Да, удачная колода. Я ни одного боя еще пока не проиграл в этой миссии. Колода хорошая. Универсальная довольно-таки получилась. Холючий эфир. Так, новый уровень у меня. Удача. Специализация героя срабатывает с очень высокой вероятностью обучаемость. Герой, опыт возрастает на 45 лет. Герой может творить каждое заклинание до 7 раз. Удачу берем. Удачу берем. Я теперь с высокой вероятностью буду возрождаться, если меня будут убивать. Так, давайте повернем вот так вот камеру. Так, тут запертые ворота. Рунная преграда. Ходячий ужас. Преграда может быть удалена при помощи соответствующего ключа. Ключ у предателя находится. У меня память не изменяет. Так, вот аппарат для перезарядки артефактов. Послушай, мы могли бы уладить дело мира. Мы не хотим гибели леса. Не по своей воле пришли мы сюда. Смотри-ка, добренькая синтетка. Ученый. И не по своей воле уйдете. Какая агрессивная наша дамадам. Так, я помню, что эта тетка призывает стены. Поэтому нам нужно... А, у меня уже, кстати, есть это заклинание. Разрушающий плющ. Я помню, она стены призывает. Так, я перезарядил артефакты. И давайте... В этом бою можно вообще артефакты не жалеть. Заряды к артефактам не жалеть, потому что вот он под боком. Аппарат для перезарядки. Танцев у нее не будет, очевидно, у этой тетки. Правда, разрешающий плющ. Что-то не вышло у меня. Но мы стенки облетим поверху. Она, видите, добрая синтетка. И у нее упор на оборону. Не на атаку, а на оборону. Видите, вот, цена искажения. 8 защиты. Все, моя змея... Ну, злобоглазым-то не страшна эта змея. Злобоглазы-то ее пройдут. Перелетят. Так, призвал массу хреща. Ага, стена применила свою способность паралич. Удалить из игры это создание до конца кода не мухает. То есть она пожертвовала стеной, но при этом я не смог атаковать. Да, тут для нее все печально складывается. Еще клещей рожаем. Здоровье у нее, обратите внимание, как много было. А, она, походу, у меня похитила здоровье. У нее бы здоровье под полтинник. Это откуда у нее? Видимо, она хоть заклинание применила, у меня здоровье забрала. Так, атака 6 у этого типа. Первый удар. Неутомимый. Регенерация. Регенерация у него 2 стоит. Но сейчас он не срегенерирует. Вот. Но змея его побьет. А клеща он завалит. Тогда клещикам в атаку не идем. Или подождите-ка. Мы можем силу леса применить. Отлично, я применил силу леса. Звал еще клещика. И он даже не сможет заблокировать. А, нет, подождите. Клеща-то он завалит. У него первый удар. Клеща тогда я отвожу в сторону. Пожертвовал очень, типа. Она, пожалуй. Так, она перестановку сделала. Видите, моего злобоглаза, силу, здоровье местами применялись. Так, вот, применяй. Ой, уничтожаем эту стену. Блин, у нее регенерация. Что ж такое? Я все забываю про эту регенерацию. Ну, у меня такая толпа в атаку идет. И эта сцена особо не поможет. А, так все, она даже не защищается. Мы победили. Это было легко. Это было легко. Я даже артефактом, по-моему, даже не воспользовался. О, здесь лавка с тайными заклинаниями созданиями. Сейчас затаримся полезными заклинаниями. Так, королева клещей. Броня клещей увеличивает на единицу здоровье всех клещей. Штурм. Сила и здоровье всех больших созданий увеличивается на 2 до конца хода. Давайте пару штурмов возьмем. Живучесть. Все дружеские создания получают способность регенерация 2. Давай эфир берем. Хотя вряд ли я воспользуюсь. Так, злобоглазые. Злобоглаз воин. Летает первый удар. Коварный глаз. Давайте парочку злобоглазых воинов. Давайте еще один эфирный фонтан я возьму. А то даже и три. Давайте три. У меня ресурсов навалом. Так, матка злобоглаза. Летает яростный глаз. Все злобоглазые не могут быть заблокированы даже целохранителями. Парочку маток. Королева клещей. Пару королев берем. Так. Я не знаю, тут можно скупать в принципе все. Так, а это что? Сад камней. Дает три эфирных канала за шесть эфира. Давайте возьмем. Берем. Все берем, короче. На сколько ресурсов хватит? Все, вот я потратил все свои ресурсы. Так, у меня восемь появилось. Восемь этих. Восемь замерзшего пламени. Давайте из лобоглаза возьмем матку. Все, я затарился. Это последняя миссия, поэтому тут уже нечего экономить. Последняя миссия за Виталов. Тебе не узнать нашего секрета. Я уже потерял счет зеленой плесени, которая погибла от моих рук. Сейчас ты потеряешь кое-что еще. Так, давайте прежде чем я с ним драться буду, мы со мной разберемся с предателем. Он вот за этими воротами живет. Червизавор, шестой уровень. Ерунда. Субтитры сделал DimaTorzok 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 У него еще и злобоглазый в придачу. Так, применяем кольцо уничтожения на какого-нибудь из этих мерзавцев. Отлично. Так, жертвовать клещом я, наверное... Нет, пожертвую клещом, безусловно. Клещей я могу рожать и рожать. Сейчас злобоглаз разобьет мои чары, мне даже смысла сейчас нет применять силу леса, чары будут разбиты. Иван, я его никак не остановлю. И древний лес снимется у меня сейчас, но, правда, он бесполезен в таких сильных ходах. Так, а может быть мы его переподчиним? О, давайте применим артефакт амулет очищения и снимем чары силы леса. Которые он кастанул. Применил, чары снял. Так, ну и сейчас придется потерпеть. Буду бить. Причем злобоглаз сейчас снимет древний лес и вот эти червяки тоже смогут меня... Вот засранцы, смотрите, что творят. Злобоглазы применяют заклинания, свои способности... Снеглаз. Что делать в какой ситуации? Артефактами я пока не могу никакими воспользоваться. Ховать я тоже особо не могу. Блин, он злобоглаз уже зовет и зовет, уже третий злобоглаз. А он сейчас начнет маток клещей моих выносить. Кипец. Пусть я проиграл. Чего-то как-то не задалась у нас игра. Блин, и артефактами я почему-то не могу воспользоваться. Что такое? Почему я артефактами не могу воспользоваться? Киевous. Куриpresу- Курипа. Контролтовыйuard Блин, почему у меня невозможно артефактами воспользоваться? Я вот не пойму, почему они ни один не активен? А, слушайте, наверное, потому что я могу забой только дважды, или один раз только воспользоваться артефактом. Видать, я уже выработал свой лимит на использование артефактов. Ну да, получается так. Да. Это конец. Сдаёмся, тут можно уже не драться. То ли мне не повезло с картой, а ему наоборот повезло. Я не пойму, почему так сложно-то с ним. А, слушайте, так мне же надо просто взять эти штормы. Набрать штормов побольше, и всё. Всё, вопрос-то делов. Я просто вынесу сейчас со злобоглазых его штормами. Всё, делаешь степи. Злобоглазых его штормами. Всё. 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 Я его так, со злобоглазыми не работаю. Так. Слобоглазый выносим. с помощью шторма кусать они сейчас опять больно будут древний лес не выпал заразы выпал бы древний лес они бы сейчас мне не смогли атаковать так я могу dream 3 эфиры получить пока просто вещам называем так кольцо амулет очищения снимает чары ну-ка пока нет пока артефакт раз уж у меня ограничение на количество использования всего два раза как-то по-другому к другой артефакт блин а у меня штормы что штормы не выпали это как я должен сейчас этого злобоглаза выносить как я должен выносить злобоглаза чара он мои сейчас мимит так давайте симбиоз применим подлечимся пусть и у меня есть а нет нет и так полевой бури все создания могут атаковать слабенький артефакт либо-либо правда свиток полевой бури сейчас применить да нет я лучше кольцо уничтожение применю а нет надо было свиток полевой бури так кольцо уничтожение только на атакующее создание можно придется опять кольцо уничтожения кастовать на обычном червяке это червизаврики симбиоза нет у меня не выпадает симбиоз подлечится так у меня выпал этот шторм враган я уничтожил уничтожил это злобоглазик а так мне придется мне придется кольцо подчинения применить что ли бы кольцо подчинения либо что да давайте я кольцо подчинения применю на червизаври все я больше я больше не смогу воспользоваться артефактами блин я когда первый раз этот уровень проходил мне было все намного проще пусть ему я кажется понял надо древние набрать просто древними от него надо добиваться ходу нужны древние так тут придется пожертвовать клещом да я понял чего мне не хватает мне не хватает древний так еще один ураган применяем на злобоглазие так одного клеща я ставлю а нет клеща мы рожаем идем в атаку а слушайте я понял почему я понял кажется почему мне так трудно этот бой дается когда я первый раз этот уровень проходил я начинал со змеями видите он начал бой у него сразу три червизавра вот если бы мы не убили где-то тут в округе бегали змеи если бы я их не грохнул они бы тоже сейчас были на моей аааа либо я какой-то артефакт не применил короче не знаю у меня в прошлый раз были эти были змеи прям на старте три змеи мне давались ему а вот раз не дались а у него три червизавра чтобы змеи там надо было что-то активировать какой-то там на карте там надо было активировать я не помню еще блин какого огромного матку злобоглаза он призвал артефакты все для меня уже закрыты так усиливаем червяка иначе его это сейчас матка злобоглаза завалит подождите-ка она его а нет да все правильно сделали правильно сделали вряд ли он злобоглазом пожертвует поэтому сейчас мне нужно чтобы выпал шторм или как там ураган злобоглаза как избавляться от симбиоза я бы не отказался учиться а слушайте у меня есть специализация возрождения возможно я возродюсь когда они меня сейчас грохнут да я возродился с половиной здоровья 21 здоровье отлично так идти в атаку будем так одного клеща я естественно потеряю либо одной змеей в атаку идти нет идем в атаку все вот я потеряю естественно на обоих клещей червизавра червизавер укусит его а есть смысл тогда клещей подставлять в принципе есть есть не подождите а есть смысл правда клещей то подставлять я вот не пойму что это даст клещами нет смысла атаковать ой 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 матку даже завалили собаки они матку завалили клеща и вторую матку завалили я попал ой он еще и вылечился зараза у меня серьезные проблемы так сейчас главное чтобы я возродился я не не возродился ну все ладно я понял как с ним драться надо этот надо надо просто чтоб в колоде были чтоб в колоде были древние дмеи вот эти вот не нужны ни хрена сразу нужно древний дядь ими обороняться пробуем еще разочек а нет а ну да видите у него сразу три червизавра поэтому у него преимущества у меня их нету так а вот я кастанул древний лес сразу же так сначала нет давайте эфирный фонтан древний лес древняя он естественно сразу древний лес уже не остановит но одного я могу заблокировать древним так амулет очищения снимаем чары силу леса которую он да ну злобоглазый призвал но у меня два урагана есть это случай злобоглаза вынес снял чары заразы и вне лес уничтожает атакующие создания я думаю надо приберечь на более сильных типов или принципе не давайте сразу применим уничтожим одного злобоглаза одного червизавра чтобы роняемся матка клещей так злобоглаза я сейчас вынесу с помощью урожана и но мы только обороняемся мы так отдавать сможем нет него уже вон какие страшные заклинания пошли матки злобоглаза и прочее а и 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 hola я его так не победю мне надо походить по карте где-то там какой чё-то активировать чтобы на моей стороне три змеи сражались ждите к нам подумать окно этого типа я сейчас потеряю очевидно да либо он потеряет сейчас одного есть он пытается заблокировать мы его надо надо идти в атаку это очевидно злобоглазым блин они матку положили мою просто жесть пусть ладно надо сдаваться я тут очевидно я у меня нет шансов никаких сдаемся надо походить по карте чтобы на на моей стороне три змеи сражались это бесполезно я где-то что-то пропустил вот ну-ка а нет это не то и ты не знание святыню мыслить чин и жизни жизни и раме шанс удвоит количество здоровья получаемое им предействовать заклинание паутина душ это что-то можно активировать я помню давайте вот с этим типом тогда сразимся пока что драчун уровень 12 и рожьми шанс получить двух колесников вместо одного соответственно ураганы против и мы против него не нужны мне змей давайте наберем опять вернемся к тому типу позже как постуем древний лес здесь мы хотя бы начинаем в равных условиях виду у него постоянно срабатывает лесники-близнецы черт он снял древний лес мяу так а эти придется потерпеть мяу Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 сразу костюм древний вес рада мне древние не выпали за разуме сейчас будет а червизавров нечем защищаться мне первый удар у этих вот это кстати так называемые озерные змеи первый удар отравляющий укус его со здоровья создания уменьшается на единицу так подождите к но я могу же я же мог а блин они все с регенерируют у них у всех регенерация мне нет смысла сейчас в атаку идти нет смысла в атаку и тебя окна я силу леса кастую тогда как бы мне от этих червизавров избавиться можно применить все создания не могут атаковать до начала ведущего ладно пускай один раз они укусят или нет не давайте амур дождите к нацепке подумать все создание могут открывать давайте я помешаю ему атаковать действительно они не шли в атаку на меня блин чё я сделал я бы если вы даже они пошли в атаку я же змеями бы отбил ё-моё я впустую сейчас артепак потратил даже если бы они пошли в атаку у змей ты первый укус они бы это остановили они вопросы генерировали бы да так возьми первый укус я не могут идти в атаку безусловно так давайте я сниму чары которую наложил у нас древний есть он решил червизаврами пожертвовать ну все теперь мы точно его победил он еще и червизаврами ли не решил пожертвовать я про тоже одну змейку потерял но это не так страшно телезавра я заблокирую вон древним а злобоглазов он у меня уже три урагана приготовлены для них и он я и к тому же ведь он еще отраванулся в метр ядовитые выносим поглазик а змейку еще его траванули кирдык ему ведь стоило добавить на нашу сторону трех змей сразу все поменялось снял чары мои так а почему у меня спит этот ревень то я не пойму он пускай укусит ревень у меня для обороны остается вот так как не участвует но 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 злобоглаза выносим черт у меня сейчас кстати в этот злобоглаз снимет снимет с него чары змеиный яд то есть змея траванула а злобоглаза снимет или не снимет ну да снял естественно получается мой злобоглаз еще и вражеский герой подлечил я снял с него ядовитые так делаем злобоглаза вором а его злобоглазика выносим от того с помощью урагана нет блин а ну ладно я я хотел сказать что не надо в бой вести этого древня он для обороны был бы нужен это был главный злодей этой миссии и дать так называемый а нет это не главный злодей миссии так я победил 50 тысяч опыта тут сейчас мы заберем ключ камень ходячий ужас ключ от рунной преграды вы подобрали ключ от рунной преграды ходячий ужас вот сейчас мы будем с главным злодеем с ходячим ужасом сражаться он сидит запертый за воротами вот за этими вот он так вот что таится в сердце крепости так подождите мне нужно это колоду отрегулировать мне не нужен в нем мне не нужны ураганы в колоде вот враганы не нужны кто нужен так мы древними я от него заблокируясь давайте возьмем благословение леса где давайте пару змей я возьму так благословение лесу так дочку пусть и пара змей наверно с ним слабоваты будут давайте я возьму лучше злобоглазов где злобоглазы мои я от него я их не вижу так вот возьмем акту злобоглаза возьмем злобоглаза воина и давайте давайте еще одну силу леса что ли и все-таки взять еще одну змею они такие дешевые не давайте я возьму еще все-таки древесную змею возьму а можно взять спешка все дружесо даем получать первый удар становится кровожадными давать спешку возьму да так 6 пира слабоглаза и 2 эфира 2 здоровья возвращает указано создание из могильника в игру так бронзовое счастье генерация один он сейчас не срегенерирует он либо его а подождите змею тогда нет смысла атаковать он ее убьет вот заразу не учу стальная кожа чешуя дракона герой имеет шанс избежать ровно при любой атаке во время сражения чешуя дракона но по сути тоже самое что стальная кожа и приятно пускай сделает страшно вообще он на самом деле не сильный этот соперник противник так давайте применим древний лес они то призовем злобоглазих еще одну вот нет не древний лес не получилось я дуа у меня же нет не действует эфирный урожай то ну окей во глазик вот так уйдет оба маску ужаса применил своего товара товарища он стал неблокируемый принципе все равно три урона это не так уж много терпим так я кастую древний лес теперь они уже не смогут меня атаковать без каких-либо каких-то чар усиления змейка в атаку тогда у нас пошла а древний кстати толку мало получается у нас да потому что эти типы все равно не блокируемые на кинжалов телохранитель летает регенерации это кстати цена против стены плохо стены плохо то есть так кольцо уничтожения давайте уничтожим от этого типа он который в атаку на меня пошел что жил помощью артефакта защитился призываем клещика так стена кинжалов может быть с ней что-нибудь сделать кольцо починить давайте себе эту стену починим чтобы она не мешалась еще кольцо починить вот и теперь все дружненько идем в атаку ух ни хрена себе чё это было а деть чем применил только что ходячий ужас учета скастовал а когда ходячий ужас ходит в игру или выходит из игры все создания получают три урона и и моё у него 999 атака 9 защиты это чё за монстр такой страшный призываем злобоглазого маску злобоглазого положил весь мой отряд так кастуем спешку а кстати его можно же заблокировать кровожадный а он кровожадный то есть толку от его блокирования практически не будет я надеюсь у меня если он пойдет в атаку как кольцо уничтожение или подчинение применить надо против него кольцо уничтожение ну-ка как-то заряд есть но рвал применение один нет я не могу использовать артефактам не могу так может даже 18 урона очуметь и он кстати что неблокируемый что ли а он маску ужаса на него применил я его даже стенкой заблокировать не могу как следующий так у того типа есть маску ужаса у того вроде нет так и древние я приберегу все так как мало я по ходу из тратил лимитно за на артефакте о спустя ходячий ужас то умер у него с какого перепугу а он к стану заклинание какое-то он стал сильнейшим 18 атаки на полу после этого умер ну тогда тогда еще один ходячий ужас возрождение за два эфира два здоровья возвращается здание в игру блин так я делаю матку злобоглаза вором за начал будет у него еще скрывая но у него правда и так уже на нету вам уже использовал так этот не пройдет явно то я тут отковать только злобоглазым у меня мало здоровья как бы я не откунулся сейчас он опять костанет на него 18 атаки а ну все а нет подождите этот ход я переживу слава богу этот ход я переживу а вот переживет ли он следующий ход вот в чем вопрос возможно что и нет нет мы его победили так это конец миссии да все миссия пройдена я так понимаю искусность герой может использовать артефакты до четырех раз давайте искусность полезная штука хотя чо уже миссия пройдена не сосчитать скольких героев спасла ты для леса своей победы ты величайший из героев дерево сильной тем что растет в лесу сестра и добрые вести отовсюду сестра разбитые отряды захватчиков отходят под нашими ударами дерево сильно тем что растет в лесу брак твоим подвигам нет равных ни в прошлом не в настоящем эллин лишь великая киара некогда сокрушившая ужасную диаманду могла бы сравниться с тобой диаманду а кто это героиня древности неведомым способом соединившая природу синтетов и кинетов закованная в броню с огромными крыльями за спиной наводила диаманда ужас на воинов лесу это странно диаманда мертва но как похоже на нее лазучится синтетов которую я встретил у источника жизни мир эфира хранит много тайн эйлин и не все из них нам дано разгадать воспользуйся телепортом чтобы продолжить свой путь и помни что ворота нашего города всегда открыты для тебя все миссия пройдена и это последняя миссия завиталов свою миссию в лесной стране я выполнила враг разбит продолжить ли мне свой путь или остаться исследовать окрестность продолжить путь 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 Продолжение следует...